Всем большой привет! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом очень вкусной простой жареной картошки. Но сделана она будет по особому рецепту и с очень вкусным соусом. Она настолько гармонично сочетается с ним, что больше ничего к этой картошке подавать не надо. Ни мяса, ничего. Они очень вкусно. Меньше слов, больше дела. Для её приготовления нам понадобится, конечно, сама картошка. Я беру молодую, а вот таких вот, средние. Потом покажу, что с ней будем делать. Берёте на то количество, на которое поместится на вашей сковородке. Так, у меня это 7 штук, но я ещё буду смотреть. Так, далее для картошки нам понадобится только подсолнечное масло. Что касаемо соуса, нам надо будет где-то, ну может, грамм 200 сметаны. У меня это 20% там полстаканчика хватит. Пару долек чеснока, пару зубчиков. Укроп свежий. Ну и, конечно же, перец и соль. Итак, с чего начинаем приготовление. Это мы чистим, моем и чистим картошку. Потом покажу, что дальше с ней будем делать. Нагрели сковородку и срезом вниз. Выкладываем. На хорошо разогретую, добавили подсолнечного масла и вылаживаем. Обжариваем на большом огне минуты 3-4 до образования румяной корочки. Как только картошечка у нас начала золотиться, вот так вот, мы не переворачиваем. Мы так и оставляем срезом вниз. Убираем огонь в 2 раза меньше. И накрываем крышкой. Не поднимаем крышку минут 20-25. Пускай она у нас готовится. Тем временем делаем соус. Так, пока наша картошечка шкварчит. Молодая дает сок, водичку, поэтому может скварчать под крышкой. Но крышку мы не открываем. Старая не так дает сок картошкой, поэтому будет тише. Так, для соуса мы уже в мисочку перевожили сметанку. Тут у меня где-то 3 столовых ложки. Дальше приступаем к чесночку. Чеснок можно через чеснокодавку, на терку. Я предпочитаю мелкими кусочками, чтобы попадалось в соусе. Режем наш чесночок. Картошку не открываем крышку, минут 20 точно. Так что имейте в виду. И она у нас такая получится и не жареная, и не вареная, и не тушеная. Но очень-очень вкусная. Так, ароматы уже пошли. Значит, все good. И режем чесночок. Сейчас жарко, особо готовить какие-то тяжелые блюда с большими ингредиентами не хочется. А что-то вкусное все равно надо. Поэтому идеальный рецепт для даже праздничного стола. Мы готовили, приезжали к нам экскурсии детские. Мы готовили для детишек перед Новым годом вот такое вот праздничное горячее блюдо. Вот так. Чесночок нарезали и добавляем в сметану. Дальше у нас на очереди укропчик. Помыли укропчик. И также стараемся как можно мельче. Можно и покрупнее, кто любит. В соусе. Но добавляем укропчик, не петрушку. Не могу советовать за петрушку. Не знаю, как оно будет сочетаться. Ну и сейчас будем добавлять укроп к сметане. Добавили укропчик к сметане. Чуть-чуть перемешиваем. И сейчас будем солить и перчить. Картошку мы не солим, так как соль будем добавлять в соус. Добавляем немного перчика. Перемешиваем. И не больше, не полной чайной ложки соли. Чуть-чуть еще добавлю. Все. И хорошенько вымешиваем. Ну, соус этот знаменитый. Ему подают ко всем. Добавляем на соль. Солененько. Так что картошку не солим ни в каком разе. Ну все. Наш соус с вами готов. Ждем картошку. Так, ну вот прошло 20 минут. Даже меньше молодая картошка готовится быстрее. И вот такая вот вкуснотень у нас получилась. Она тут очень мягенькая, как пропеченная, сваренная. А снизу вот такая вот зажаренная. Вот так вот окунаем в соус. Соус у меня получился соленоватый. Так что кто не очень любит соленое, ложите меньше. Где-то пол чайной ложки, на 3 столовые ложки сметаны. Не больше. И вот так вот окунаем. И вкусно-вкусно кушаем. Обалдеть, как вкусно. Попробуйте. Вкус не сравним и ни с чем. Так что всем приятного аппетита. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok